Добрый день, друзья! Вот главные виновники того, что сегодня очередная распаковка у окна. Вот голосование номер 2 в нашей группе. Группа решила, группа проголосовала. 20 голосов отданы были за этот смартфон WK World F1. Второе место занял Blackview BV2000S, обзор которого был на нашем канале, вот здесь вот будет ссылочка. На третьем месте оказался у нас смартфон Infocus M560. Поэтому не надо задавать мне вопросы, почему нет этого смартфона на канале. Потому что группа выбрала другой смартфон. Группа проголосовала, я заказал смартфон вот в этом магазине. Как видите, рейтинг никакущий, продаж практически не было, но я рискнул, потому что там была самая лучшая цена. Продавец, видимо, так как он молодой, он заинтересован в том, чтобы у него были хорошие отзывы. Очень быстро мне отправил посылку. Лично меня победа данного смартфона в голосовании крайне удивила. Вы знаете, потому что это смартфон 4,5 дюйма, 850 на 458, разрешение экрана. Продавец отправил данную посылку мне почтой Китая, воздушной почтой Китая. Итак, вес посылки 276 грамм. Оплатил я 21 марта. 23 марта мне посылка была отправлена. 11 апреля посылка пришла в город Алматы и попала в таможню. И после этого перестала трекаться. Вы знаете, у нас нет проблем с нотификацией, как в России. Но когда посылка из таможни не выходила 3 или 4 дня, я по-настоящему заволновался, что случилось. Потому что ранее посылки задерживались на таможне от силы 2-3 часа. Это максимум. Удобная есть у нас функция на Коспочте. Там можно сделать запрос на розыск посылки. Так вот, почему-то, правда, только от имени отправителя можно сделать. Но я просто сделал, что отправитель Китай, 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 КНР, магазин. Получатель написал себя и указал трекинг номер посылки. Мне тут же ответили. И на следующий день посылка вылетела в мой город. 19 апреля я эту посылку получил, когда выложу видео, еще не знаю. Продавец указал, что здесь находится медиаплеер. Вес 400 грамм. Заявленная стоимость 20 долларов. Открываем и смотрим, что здесь по-настоящему находится. Так, конверт. Все, пусто. Хорошо запаковал. Бюджетники с таким разрешением экрана в настоящее время это уже тенденция. То есть, Ocitel S2. Самый яркий тому пример такое же разрешение экрана. Есть еще бюджетники от Liagun. Но там почему-то из крайности в крайность бросаются, ребята. То есть, то они 512 мегабайт втыкают, то они ставят процессор Mediatek MT6735 с поддержкой 4G и задирают ценник. 4-5 дюймов экран. Закругление стекла. Что-то здесь. Nano Matter Aero Material Frame. То есть, это здесь, в общем, рамка с каким-то нано-покрытием. Ну, под металл Android 5.1 и частоты 850 на WCD May. Это не очень хорошо. Так, вот так вот выглядит коробка. Здесь немножко помялось. Цвет черный. Красный цвет тоже на картинках смотрится очень хорошо. Но ребята в группе просили черного цвета смартфон e-mail. Вот так вот все это выглядит. Так, открываем. Уже ее неоднократно, я смотрю, открывали. Доставали. С VK World у меня не очень хорошие, знаете, ассоциации, связанные со смартфонами данной компании. Вот здесь вот ссылка будет на VK, распаковку VK World, VK 700X с проблемным экраном. Так, вот зарядное устройство. Зарядное устройство 5 Вольт, 1 Ампер. Очень хорошо. Пленочка. Смотрите, какая малюсенькая пленка. Пленочка идет на экран запасная. Спасибо. Гарантийник. И здесь информация по технике безопасности. Вот это вот допечатали. F1. Так. Вот это пока убираем. Что нам не нужно. И шнур. Все, вот комплектация. Обычная, бюджетная комплектация. Шнур такой длинный. USB, microUSB. Смотрите, какой длинный штекер. Маркировок никаких нет. Все. Это убираем в сторонку. И достаем непосредственно виновника нашей сегодняшней распаковки. И смотрим, какая интересная крышка. И какой он малюсенький. Вот это да. Он очень маленький. Я уже отвык от таких смартфонов. Вспышка. Вижу вспышку. Для чего она... Если нет индикатора событий, то ее можно настроить. Ссылка будет под данным видео. Как программа, с помощью которой можно настроить фронтальную вспышку. И использовать ее как индикатор событий. Пропущенных событий. Так, вот так вот все это выглядит. Не знаю, ребят, мне здесь отсвечивает видоискатель. Надеюсь, вам хорошо видно и фокус держит. Здесь это пластик под металл. Сделанный под металл. Очень аккуратно. Но он очень легкий, слушайте, смартфон. И не то, что легкий. Он очень малюсенький. Вот посмотрите, как он в руке смотрится. Он очень маленький. Я просто отвык уже от таких смартфонов. Так, микрофон. MicroUSB. Мини джек. Справа находится клавиша питания, регулировки громкости. Ход тугой. Это пластик. Ход тугой. Очень приятный. Классно сделана решетка. Мне всегда нравится, во-первых, когда они светлые. И не очень глубоко утоплено. То есть, не будет грязь забиваться. Я потому что смартфон ношу в кармане. Ну, вы посмотрите, она как перламутровая, как она переливается. Солнце падает. Я думаю, вам хорошо видно. Честно, очень красиво смотрится. Правда, немножко заляпывается. И слишком большая надпись, по-моему. Ну, все. Откроем. Уберем транспортировочную пленку. Под ней очень хорошо наклеена пленка защитная. Но, знаете, она какая-то не очень такая глянцевая. Она матовая скорее. Фронтальная камера. Датчики. Если даже они есть, они заклеены. Вот с датчиками надо будет разбираться. Все. Теперь откроем заднюю крышку. Вот здесь есть специальная выемка. А у меня есть специальные такие ногти, чтобы эту выемку аккуратно поддеть и открыть. Так, здесь снизу немножко вот эта вот штучка плохо открывается. Так, смотрим, как сделана крышка. Сколько защелок. Ну, она плотненькая. Вот гнуть ее слишком не советую, потому что может треснуть, по-моему. Вот по ощущениям может треснуть. Собрано, как обычно, у бюджетников в последнее время так дешево и сердито. Так, две микросим-карты и карта памяти. Здесь обозначено, как, куда и что вставлять. Однодиодная вспышка. Пломба имеется. На пломбе буквы V и K. Так, снимаем. Очень маленький, смотри, какой малюсенький аккумулятор. Вообще, все такое миниатюрное. Вот эта сразу штучка, которая закрывала контакты, она выпала. Ее убираем. Имеется сиренник какой-то. Вот так вот все это выглядит под крышкой. Фокусирую, чтобы вам было лучше видно. Сейчас все взвесим. Емкость аккумулятора 1850 мА. Но, зная компанию VK World, емкость аккумулятора заявленная и реальная, это две большие разницы. Вес аккумулятора 27 грамм. Вес смартфона с аккумулятором 136 грамм. Смотрим смартфон. Качество сборки. Ничего не люфтит. Ничего не скрипит. И это очень хорошо. Пошел первый запуск смартфона. Глазок вспышки какой-то странный. Смартфон благополучно запустился. И вы знаете, расстояние между тачем и экраном, оно прям на глаз заметно. Очень такой бюджетненький экран. Нас встречает лаунчер тот же самый, который был, например, в BlueBoo. И Пикассо в BlueBoo X-Fire 2. Вот с этим виджетом погоды, который очень некорректно отображает, например, погоду. У меня были проблемы с ним. Тот же самый, вот видите, лаунчер. Все то же самое, все нам знакомо. Мультиязычная прошивка. Это обычное дело для китайских смартфонов в последнее время. Смотрим по традиции казахский язык. Как все переведено. Есть меню приложений. Уже предустановлено, смотрите, и WhatsApp, и WeChat, и Viber, и Twitter. Зачем все это? И YouTube предустановлено. Здесь, смотрите, сколько предустановленных приложений. Все листается, в принципе, очень шустренько. Переключились на русский язык и смотрим меню настроек. Все стандартно. Ничего нового я здесь не вижу. Сразу заглянем. Информация о телефоне. Модель версии Android 5.1. И версия текущей прошивки. Состояние памяти доступное из коробки. В 8 встроенной, из них доступно 7,86 ГБ. Вот сколько свободно оперативной памяти, и вот сколько свободно памяти в кэше. Как обычно, имеется режим улучшения звука. Отдельный рингтон на отдельную сим-карту поставить не получится. Звук из динамика средний. Так как я сижу у окна, выставлена яркость экрана на максимум. Имеется утилита Miravision. Номеронабиратель точно такой же, как в Bluboo Xfire 2 и в Bluboo Picasso. Функцию работы с OTG, OTG смартфон не поддерживает. Заглянем в инженерное меню. Вот такие частоты поддерживает смартфон. Мультитач на два касания. Но вот что происходит в горизонтальной плоскости. Когда два пальца находятся горизонтально. И вот так, когда вертикально. Это не очень хорошо. Забавная ситуация с предустановленными якобы приложениями. То есть, когда ты нажимаешь, они предлагают тебе установить эти приложения. То есть, стоят как бы ярлыки для запуска. Но сами приложения не установлены. Я советую не устанавливать таким образом. Лучше установить все из Play Market. Заглянем в настройки камеры. Здесь все стандартно. Так, максимальное разрешение фотографий 5 мегапикселей. Видео. Максимальное разрешение Video HD. Видимо. Сейчас проверим все. Для начала попробуем проверить работу автофокуса. Так, ребят, здесь автофокуса. Здесь нет. Фокусировка по тапу. Отключим вспышку теперь. Посмотрим, что получилось. Получилось ужасно. Да, камера просто никакая. Фронтальная еще хуже. Доступна запись видео в Full HD. Естественно, файл сохраняется, так как это процессор от Mediatek в формате 3GP. Никакого автофокуса при видеозаписи, естественно, нет. И качество записи также не впечатляет. Все очень бюджетно. И экран, и камера. Пока загружается Antutu Benchmark, хочу сказать, что индикатора событий, как мы и предполагали, здесь нет. Antutu 3D Bench на данном устройстве в версии 6.0.1 не поддерживается. Программа Sensor's Box говорит о том, что датчик освещенности, датчик света отсутствует в данном смартфоне. Датчик приближения. Он работает каким-то странным образом. Вот видите? То есть, каким-то образом он все-таки работает. То есть, с телефонной связью при звонках, надеюсь, проблем никаких не будет. Так, продолжаем наш тест-драйв в более комфортных условиях. Здесь мне лучше видно. Сразу хочу исправить свою ошибку. Первый слот под мини-сим, под стандартную сим-карту. Второй, вот видите, я уже ставил микросим. И карта памяти. Обычное дело для бюджетников, ребят. Экран продавливается. Так, и вот как выглядят размеры. iPhone 4s и VK World F1. А вот как он выглядит рядом с 5,5-дюймовым Leigu Elite 5. Уважаемый абонент, пожалуйста, убедитесь в том, что вы дозвонились в службу экстренной помощи вашего населенного пункта. Так, вот видите, несмотря на то, что сейчас экран не гас, но при телефонных разговорах я уже попользовался телефоном. Сделал несколько контрольных звонков. Качество разговорного динамика, в принципе, приемлемое. Достаточно. Уровень громкости достаточен. И экран гаснет. Вы знаете, при разговорах экран гаснет. Не знаю, как это все реализовано. Через что реализовано. Через камеру. Через вспышку. Через что здесь. Потому что не видно вообще датчиков. Но, тем не менее, при телефонных разговорах экран гаснет. И пользоваться смартфоном комфортно. Антуту опять пришлось запускать, скачивать через АПК-файл. Версия 6.0. Вот результаты. Проверка доктором вебом смартфона из коробки показала, что никаких файлов, представляющих угрозу системе, не обнаружено. В обычном стиле, по всем источникам, где-то полторы минуты искал спутники, нашел 11, приконнектился к 4. Затем в режиме с отключенными, с мобильной связью Wi-Fi, в режиме в полете. Как видите, результат показал, очень быстро приконнектился. И результат, и точность позиционирования, и количество спутников. В принципе, все нормально. То есть, GPS запустился, GPS рабочий. Ужасный вот этот виджет, я по-любому уже его знаю, постоянно выдает ошибку. То есть, сразу нужно менять или лаунчер, или виджет на сторонний. Сделал несколько снимков. Во-первых, экран неплохой, несмотря на то, что очень бюджетный экран. Углы обзора хорошие, инверсии цветов существенных нет. То есть, пользоваться смартфоном, смотреть видео, фильмы и так далее комфортно. Вы знаете, автофокуса нет, но, в принципе, при нормальном освещении, снимки получаются вполне себе нормальные, вполне себе годные. Шумов много, но для обычных целей, я думаю, достаточно этой камеры. И меня удивила вспышка, несмотря на непрезентабельный вид вспышки. Вспышка значительно лучше, чем в Блюбу Пикассо, например. Который считается по классам немножко повыше. Вот такие вот снимки. То есть, я быстро сделал несколько тестовых снимок, потому что первый снимок меня просто очень неприятно поразил. Так что, камера, в принципе, за такие деньги годная. Но макро, в отличие от большого количества бюджетных китайских смартфонов, этот смартфон снимать просто не умеет. В настройках отсутствует возможность разблокировки смартфона двойным тапом. Кроме того, отсутствует пункт обновления по воздуху. На смартфоне очень удобно набирать текст. Вы знаете, меня это удивило. Отвык, вернее, от этого. Пробуем набирать текст. С поправкой на то, что я это делал перед камерой. Скачали вот эту программу. Ссылка есть в нашей группе ВКонтакте. Попробуем ее установить и назначить ответственной за превращение никому не нужной вспышки на фронтальной камере. Превращение ее в индикатор событий пропущенных. Вызовов, смс и сообщений. Итак, ребят, в настройках программы заходите в настройки и выбираете вспышку, переднюю вспышку. Далее. Здесь уже настраиваете задержку, напоминаний. И здесь надо обязательно тоже поставить галочку на вспышку. То есть, чтобы о пропущенных смс, сообщениях и вызовах напоминало не светодиод, а именно вспышка. Очень легкий интерфейс программы. Разберете все на русском языке. Вот так вот работает вспышка на входящий вызов. И сейчас посмотрим, как работает на пропущенный вызов, как напоминание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. 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 В смартфоне очень удобная диагональ. Мы, видимо, все уже по ней соскучились. Судя по голосованию в группе, очень соскучились. Его очень удобно держать в руках. Но проблемы с тачем, к сожалению, нивелируют все это преимущество. Потому что очень много ложных касаний и срабатываний. Здесь задеваешь, здесь некорректно как-то отображается. При наборе текста, при повседневном использовании все-таки проблемы с тачем. Здесь очень сильно заметно. Мне было некомфортно. Возможно, просто нужно приноровиться. Но вот такая проблема существует. Я сказал, что здесь невозможно разблокировка двойным тапом. Но вы знаете, она была здесь включена. То есть, когда я заметил, что у меня смартфон сам разблокируется. Я начал искать. Вспомнил VK World, VK 700X. Вспомнил, что это VK World. Они никогда ничего не могут сделать по-человечески. И во вкладке специальные возможности я нашел распознавание жестов. Вуаля! Здесь есть спецжесты. Здесь есть разблокировка смартфона двойным тапом. В целом, смартфон как продвинутая звонилка для очень маленького ребенка. Или для взрослых родителей. Подойдет. Он удобен. У него неплохой экран. При такой диагонали, в принципе, пикселизация особо не заметна. Углы обзора хорошие. Камера средняя, фронтальная, ужасная. Возможно, подойдет только для видеозвонков. Но при хорошем освещении камера, в принципе, отрабатывает. Примеры снимков, я думаю, вы видели. В целом, вот я не знаю почему, но смартфон, он мне очень понравился. Он очень симпатичный. Но платить за него 45 долларов, ребята, по-моему, это расточительство. На рынке сейчас есть более подходящие варианты. А какие, вы можете узнать из нашей группы ВКонтакте. Приходите в гости, вступайте в группу. Там будет много очень интересного. Подписывайтесь на видео. Видео будет, наверное, все-таки очень много в ближайшее время. Хороший, приятный смартфон. Но вот эта крышка, она, конечно, быстро потеряет свой вид. И стекло. А здесь, по-моему, все-таки не пластик, а стекло. Вы знаете, вот пленка плохого качества. Но производитель оснастил нас подарочной еще одной пленкой. Нужно сразу задуматься о покупке стекла. Нужно подумать о том, как сохранить вот эту вот заднюю крышку. Вот в таком хорошем виде. Все, смартфон понравился. Но 45 долларов он не стоит. Вот такой вот мой вывод. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Удачи, ребят.